Подозреваемые и обвиняемые теперь смогут получать и менять паспорт гражданина России, обратившись в администрацию следственного изолятора. Такой закон вступает в силу 25 августа. Администрация СИЗО будет принимать заявления и направлять их в территориальный орган МВД. После этого оформленный паспорт приобщат к личному делу заявителя. Прежде в СИЗО не обязаны были помогать арестантам в получении действующего паспорта, трудовой книжки или пенсионного удостоверения, если этих документов нет или истек срок их действия. Очень часто на практике следователи или дознаватели ограничились тем, что ксерокопировали документ, а если нагрузка на ксерокс в отделе была большая, как правило она всегда большая, то качество ксерокопии было просто ужасным. Естественно, в суде, у сотрудников суда и у самих судей возникали вопросы о том, действительно ли то лицо на ксерокопии, которое представлено. И предъявление подлинника документа, оно сейчас является необходимым и оправданным. С августа начинают действовать поправки в законодательство, позволяющее самозанятым россиянам вставать на налоговый учет через единый портал госуслуг. Воспользоваться этим механизмом смогут также граждане стран Евразийского экономического союза, Донецка и Луганской народных республик. Задача документа – сделать подачу таких заявлений, и сам процесс регистрации самозанятых в налоговых органах максимально быстрым. С 1 августа в России увеличатся размеры выплат к некоторым категориям пенсионеров. Рассчитывать на прибавку могут те, кто до сих пор продолжает работать. Работодатели в течение года за всех своих сотрудников, в том числе и за работающих пенсионеров, уплачивают страховые взносы на обязательные пенсионные страхования, которые отражаются на индивидуальных лицевых счетах граждан. Эти суммы учитываются при корректировке размера пенсии, что и дает увеличение. На корректировку с 1 августа имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2021 году уплачивали страховые взносы. Увеличение у каждого работающего пенсионера сугубо индивидуально и зависит от суммы уплаченных страховых взносов. В соответствии с нормами действующего законодательства, максимальное увеличение после перерасчета пенсии за отработанный год ограничено стоимостью трех индивидуальных пенсионных коэффициентов. В этом году он равен 118 рублям 10 копеекам. Таким образом, наибольшая сумма увеличения составит 354 рубля 30 копеек. Корректировка пенсии с 1 августа произведена более 54 тысячам жителей Мордовии, которые заслужили право на отдых и продолжали трудиться в 2021 году. Средняя сумма увеличения составила 199 рублей 32 копейки. Напоминаем, что необходимость обращения в органы пенсионного фонда по республике Мордовия за перерасчетом пенсии отсутствовала. Корректировка произведена в беззаявительном порядке. Госслужащие смогут работать на должности, на которую их назначили в порядке ротации не более 10 лет вместо прежних пяти. Закон с такими нормами вступает в силу 27 августа. Срок замещения гражданской должности в порядке ротации смогут продлить по решению представителя нанимателя из письменного согласия гражданского служащего на 3-5 лет. Законодатель все-таки решил выбрать такое компромиссное решение между тем, чтобы не допустить угрозу формирования коррупционных связей. То есть ввиду того, что человек постоянно находится на одной должности, рано или поздно возникают какие-то соблазны для непроцессуальных обращений. А с другой стороны, все-таки есть потребность и понимание того, что все-таки человек, который вник на месте в ситуацию, и уже наработал определенные навыки профессиональные, этого человека в этой должности сохранить. Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик, у которых нет разрешительных документов для пребывания на территории России, смогут остаться в нашей стране и после 17 августа, когда истечет льготный режим пребывания для иностранцев из этих стран. В МВД разъяснили, что их не будут наказывать за нарушение режима пребывания в России. Евгений Волков, Александр Зюзяев. Наши новости.